И снова всем привет! Прошлое наше видео, где я отвечала на ваши вопросы из ВКонтакта и Инстаграма, очень вам понравилось и собрало еще больше вопросов. К сожалению, ответить на все лично мы не сможем физически, поэтому снимаем для вас еще одно видео, где поясняем все непонятные моменты о ЦТ и поступлении. А сейчас, чтобы не пропустить следующее видео, подпишись, поставь колокольчик и, конечно же, если какие-то вопросы останутся без ответа, не стесняйся их писать в комментариях или в наших социальных сетях. Снимем тогда еще одно видео. А теперь поехали! И первый наш вопрос на сегодня это «Можно ли подавать документы сразу в несколько вузов?» Этот вопрос классический, его задают очень часто, поэтому ответим на него здесь и подробно. Сразу скажем, что нельзя, документы подаются в оригинале, в один вуз за один раз. Но ты можешь переносить документы из одного места в другое в рамках вступительной кампании. То есть, если у нас даты приема с 12 по 17 июля, то в этих рамках мы можем переносить эти документы сколько угодно. Вот так вот. Также вы у нас постоянно спрашиваете, когда будет день открытых дверей в том или ином вузе. Специально для вас мы создали обсуждение ВКонтакте, где публикуем все даты и места. А также на Адукарбай ты всегда найдешь материальчик обзорный, в каком месяце, какие дни открытых дверей. Для Марта мы уже сделали такую статью, поэтому ищи ее на Адукарбай или по ссылочке в описании под этим видео. Следующий наш вопрос это, что можно брать с собой на ЦТ. Вы часто спрашиваете, можно ли брать фитнес-браслет, часы, черновики, линейку, калькулятор. Расскажем об этом подробнее. Официально на ЦТ, как написано в правилах, можно взять гелевые или капиллярные черные ручки, пропуск и паспорт. Но вы можете взять еще часы, но обычные, без программируемых функций, то есть со стрелочками. Вот такой вот фитнес-браслет у вас, скорее всего, даже не скорее всего, 99,9% у вас его заберут на входе. Также могут не пустить и с бутылкой воды. Вы можете оставить ее на входе, и когда вам понадобится, встать, попроситься выйти и попить. Про черновики вы также спросили. Нужно ли их брать с собой дополнительно? Нет, вас дополнительными местами тоже не пустят. Черновики, проштампованные, выдают на ЦТ столько, сколько вам понадобится. Даже если они у вас кончились, вы можете попросить еще один. Что касается калькулятора. Калькулятор можно брать с собой на физику и химию. На биологию нельзя, сразу говорим. Но калькулятор тоже должен быть определенный, не инженерный, то есть там не должно быть слишком много сложных функций, вычисления корней, логарифмов и так далее. Это обычный маленький калькулятор с обычными функциями. Плюс-минус, умножить, равно и так далее. Также вы несколько раз спросили про заочную форму. Нужно ли сдавать ЦТ? Ответим, что и да, и нет. Если вы поступаете на полную заочную форму, то ЦТ сдавать обязательно, как написано в порядке приема. Но если же это сокращенная форма, вы поступаете после колледжа, то вы сдаете два внутренних экзамена в УЗИ по этой профессии. То есть после того, как вы подали документы, вам нужно будет сдать эти два экзамена. Также нередкий вопрос, как одеться на ЦТ? Нужно ли обязательно одевать школьную форму? Так как вы уже закончили школу, форма не обязательно. Вы можете прийти в ту одежду, которая вам нравится и удобна. Смотрите по погоде. Если чуть жарче, то оденьте что-нибудь полегче. Если, например, дождь, возьмите с собой куртку. Однако нужно быть в рамках приличия. То есть никаких декольте, слишком коротких шорт, прозрачных маек и так далее. Сами вы понимаете это. Также еще один очень интересный вопрос. Есть ли смысл учиться на золотую металль? Говорят, она не помогает при поступлении. С одной точки зрения, да, она не особо помогает, если вы поступаете не на экономически востребованную специальность. Потому что именно на эти специальности, их список мы оставим по ссылочке в описании, можно поступать без ЦТ. Ну, если у тебя есть золотая медаль или красный диплом после колледжа. Также еще можно на таких же условиях поступать на педагогические специальности. Списочек их ты также найдешь по ссылочке. Также абитуриенты озадачены тем, какие же отметки входят в аттестат после 11 класса. Отвечаем, что туда входят только предметы, которые есть в 11 классе. Если у вас в 9 было черчение, изо, танцы, музыка, то они остаются в прошлом. В аттестат они не идут. И среднее альфметическое считается только по тем отметкам, которые были в 11 классе. Некоторым ребятам интересно, могут ли родители подать документы вместо них. В обычных обстоятельствах нет. Абитуриент должен прийти и сам подать свои документы. Однако, если ты, например, находишься на соревнованиях за границей, ты сильно болеешь, например, находишься в больнице, тебе выдадут по этому поводу документ, подтверждающий твою уважительную причину. И родители могут с этим документом, с твоими документами прийти в ВУЗ и подать их за тебя. В других ситуациях это не работает. Такой есть каверный вопрос. Почему нельзя писать на самих заданиях? Это же сэкономило бы кучу времени. Да, мы с вами согласны. Это было бы очень удобно для абитуриентов. Но в правилах ЦТ прописано, что никаких пометок ни на заданиях, ни на бланке делать нельзя. Некоторые даже спрашивали, а если я так сделаю, какое наказание будет? Скорее всего, вас могут выгнать из аудитории, могут аннулировать бланк. То есть рисковать не стоит. Лучше придерживаться правил и делать свои пометки на черновиках. Также ребятам интересно, через какой промежуток времени можно узнать, поступил ты или нет. Обычно между моментом, когда завершается прием документов и объявлением результата, вступительная кампания проходит дней 8-10. Это зависит от ВУЗа. То есть ВУЗ как только обработает все ваши заявления, так и выкладывает все результаты. Но обычно это действительно занимает 8-10 дней. Еще один вопрос про подачу документов. Девушка спрашивает, а если я подала документы на бюджет, но не прошла, должна ли я подавать снова на платное или оно как-то автоматически переподастся? Когда вы подаете в первый раз документы, вы можете в заявлении указать, что если вы не проходите по конкурсу на бюджет, вы автоматически будете участвовать на платной. Тогда вам не придется два раза приходить в университет. Учитывайте это. Есть такой интересный и немного смешной вопрос. Можно ли как-нибудь списать на ЦТ, или это категорически невозможно? Ну, скажем так, мы категорически не рекомендуем никому списывать, потому что вы потратите свои нервы, а если вас заметят, а вас заметят в 99%, вас просто выгонят из аудитории, и вы будете ждать следующего года. Какие-то способы списывать мы вам тоже подсказывать не будем, потому что это все-таки нечестно по отношению к другим абитуриентам, и лучше хорошо готовьтесь сейчас, чем потом будете какие-то хитроли придумывать. Также вы очень часто спрашиваете у нас, можно ли подготовиться к ЦТ по какому-то предмету, например, по химии или английскому за три месяца. Ну, скажем, что это вполне реально, но если вы ответственно отнесете к своей подготовке, будете готовиться каждый день, читать теорию, решать тесты, проверять себя постоянно. Даже, может быть, если вы обратитесь к какому-то преподавателю-репетитору, или, например, придете к нам на курс у нас, все преподаватели супер-классные, и к тому же у нас есть экспресс-курсы как раз для абитуриентов, которые хотят улучшить свои знания за короткий срок. Относитесь просто ответственно к своей подготовке, и у вас все получится. Может быть, это будет не 100 баллов, может быть, не 90, зависит, конечно, от вас, но вполне достойный результат получить можно, то есть опускать руки не стоит. Ну, вот и все вопросы, на которые мы ответим сегодня. Если у тебя остались еще какие-то, пиши их, пожалуйста, в комментариях здесь на ютубе или в нашем инстаграме, ссылочка будет в описании. Ну, а пока мы ждем от тебя лайк за это видео, подписочку, и всем до новых встреч!